Доброго вам воскресного дня! Дорогие во Христе братья и сестры, всех вас поздравляю с наступившим Рождественским постом, желаю в добром здравии встретить праздник Рождества Христова. В Рождественском посту церковь тоже отмечает много священных событий. Вчера православная церковь отмечала День памяти святого князя Александра Невского. Репортаж о праздновании этого события у нас в городе в Александр Невском приходе. Смотрите, следующий воскресный день. А сегодня церковь вспоминает память великой святой угодницы Божией, святой великомученицы Екатерины. Ее жизнь это не просто свидетельство верности Христу, это не просто мученичество, а на ее жизни можно видеть, насколько премудрость Божия выше мудрований человеческих. Годы ее жизни ориентировочно называет святитель Дмитрий Ростовский 287-305 по Рождестве Христовым. Она жила в городе Александрия, была дочерью благочестивых обеспеченных родителей и не по годам отличалась борошим умом и образованием. В то время образование было, конечно, вещь довольно нечасто встречающаяся, а образованных девушек можно было пересчитать по пальцам. С детства, с молодых лет Екатерина любила читать произведения многих известных античных философов. Гомера, Вергилия, Платона, Аристотеля. И она получалась у них мудрости, получила великолепное образование. Так что ее учителя удивлялись ее уму. Но вместе с тем в скором времени мы увидим, что в сердце девушки какой-то степени поселилась и гордыня. Все чаще начали говорить о ее замужестве. Но Екатерина сказала, что выйдет замуж только за равного себе по уму и по образованию. И к ней сватались разные женихи, знатных людей, образованные юноши. Но никто ей не подходил. Екатерина сказала, найдите мне мужа соответственного мне. Такого же умного и образованного, ну как бы мы сейчас сказали, интеллигентного. Мать была тайная христианка. И она отправилась за советом к старцу священнику. И тот ей посоветовал, дал икону Божьей Матери с предложением, чтобы Екатерина молилась перед этим образом. И Господь укажет ей такого жениха. И однажды Екатерина, поставив образ у себя в комнате, еще не будучи христианкой, не понимая до конца, не зная христианского учения, начала молиться тем, кто на этом образе изображены. А на этом образе была изображена Пресвятая Богородица и Спаситель. И ей было видение. Она вдруг увидела, как прекрасная, дивная жена держит на руках прекрасного отрока. Но тот отрок отворачивает от нее свое лицо, от Екатерины. И когда сия жена обратилась к своему отроку, к сыну и сказала, «Посмотри, возлюбленное мое чадо, вот на сию прекрасную девицу». На что сей замечательный, великолепный отрок сказал, что я не могу на нее смотреть, потому что она глупа и безобразна. А глупа, потому что не желает познать света истинной веры. Екатерину этот сон потряс до глубины души. Она заинтересовалась христианским учением. И в скором времени, изучив христианскую веру, она приняла крещение от того старца-священника. Просветившись христианской вере, в скором времени она сподобилась еще одного видения, похожего. Она увидела опять же просвятую Богородицу. На руках у нее был младенец Христос, который в этот раз милостивно смотрел на нее и говорил, что «как прекрасна сия девица, насколько она умна и великолепна». И сей младенец Христос сказал, что «она отныне достойна стать моей невестой». И когда Екатерина проснулась рано утром, вдруг обнаружила у себя на пальце кольцо необыкновенной красоты. Она поняла, что это был знак, символ, что она приняла верное решение и придала себя Христу всем сердцем, стала истинной верующей девушкой-христианкой. Времена были тяжелые для христиан, были гонения. В то время правил нечестивый император Максимин, который любил языческие праздники. И однажды был барашо-языческий праздник, где приносились огромное количество жертвоприношений, заколались жертвенные животные. Было заколото более 150 животных. И Екатерина сама пришла на это языческое собрание и обличила императора в нечестии и в заблуждении. Император был не то что в недоумении, он был потрясен, как эта великолепно образованная девушка вдруг говорит о Христе и говорит, что она христианка. Тогда он стал советоваться со старейшинами города, что делать с этой девицей, потому что по закону христиане должны были предаваться на мучения и уничтожаться. Но старейшины посоветовали не спешить и устроить своеобразный диспут с образованными мужами, с философами. И те сказали, что они без труда развеят сомнения и уверования сей молодой девицы. Но когда присутствие императора было вот это вот, скажем так, умственное соревнование, диспут о вере, то молодая девушка Екатерина посрамила седовласых язычников-философов. И они ничего не смогли ей противопоставить. Настолько легко, спокойно она разбила все их доводы об языческих богах и доказала о том, что есть один Господь, который устроил небо и землю. И что есть Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и что Господь Бог Вседержитель, нас Спаситель, наш Промыслитель. Тогда император предупредил ее, что она будет подвергнута мучениям за вот эти свои убеждения. Но предложил ей на выбор два таких пути. Путь первый, это он предложил ей стать своей женой при условии, что она отвернется Христа. А путь второй, это мучение. Екатерина сказала, что она уже обручена, что у нее есть жених, и этот жених, это ее Господь. В ответ император подверг ее жесточайшим пыткам. Так что многие люди, глядя на страдания этой прекрасной девушки, сами внутренне негодовали, возмущались, а многие, видя ее твердость, приняли христианскую веру. И одной из таких была даже жена Максимина, царица Августа, которую царь, после того, как она исправила себя христианкой, мучив, отсек мечом главу. Никакие мучения не смогли сломить волю святой мученицы Екатерины. И через некоторое время ее голова также мечом была отделена от туловища. Она прославлена в церкви в лике святых великомучениц. То есть тех людей, которые претерпели наиболее жестокие мучения за веру. Потому что царь каждый день советовался, какую-то новую ей придумать пытку. И святая Екатерина сподобилась небесного венца от Господа Иисуса Христа. Но повторим еще раз, что ее жизнь показывает, насколько мудрость Божия превосходит мудрость человеческую. В наше время тоже люди получают разные образования, изучают разные науки. Но как важно про всем при том не забывать о самой главной науке. Это о вере. Это о законе Божием. Знать суть своего христианского вероучения. Потому что не зная сути христианского вероучения, мы не сможем исполнить заповеди Божии. Возможности сейчас открыты каждому человеку. На телевидении, в интернете, в газетах печатаются религиозные статьи. Есть, выходят православные передачи. Изобилие духовной литературы. Открыты храмы и церковно-проходские школы. Слава Богу, в многих школах, гимназиях есть факультатив основа православной культуры. Необходимо только наше желание. Так не поленимся же и будем по примеру Святой Великомученицы Екатерины искренне изучать закон церкви, изучать основы нашей христианской веры и подражать в вере Святой Великомученицы Екатерине и всем святым угодникам Божиим. Всем вам помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok